Добрый день, с вами Школа Успеха, я преподаватель Полянский Алексей. На сегодняшнем занятии речь пойдет про сводные диаграммы. На примере данной таблицы мы будем использовать сводные диаграммы. Нам необходимо сравнить продажи кукурузы и оса за весь период. Для удобства я вынес их в окно контрольного значения, так чтобы вопрос был постоянно виден. Переходим в ставку. У нас здесь есть сводная диаграмма и сводная диаграмма со сводной таблицей. Сводная диаграмма уставляется только из сводной таблицы. Так как у нас не сводная таблица, если мы выберем этот пункт, у нас все равно установится на лист сводная таблица. Нажимаем ОК. Нам необходимо сравнить продажи кукурузы и оса за весь период. Мы выбираем культуру и стоимость. Для удобства можно перенести график на новый лист. Переместить диаграмму на отдельном листе диаграмма 1. ОК. У нас появляется диаграмма, в котором нам необходимо использовать фильтр. Его можно использовать прямо на графике. И здесь выбрать кукурузу и овес. Результат понятен. Также мы можем отключить поля, нажать «Скрыть все». То есть поля на графике будут убраны. Если мы также поставим галочку обратно, они появятся. Первый вопрос решен. Следующий вопрос – это город с наибольшим количеством продаж. В том случае, если мы используем функцию «Количество», нам необходимо переходить в лист со сводной таблицей. Мы переходим в лист со сводной таблицей. Выбираем сводную таблицу. В правой клавише «Итоги по» и здесь находим количество. Нам необходимо показать город с наибольшим количеством. Мы можем вернуться в диаграмму. Идти анализировать и включить список полей. Нам необходимо город с наибольшим количеством продаж. Количество оставляем и ставим город. У нас появляется город, и мы видим, что это у нас мытища. Максимальное значение именно по этому городу. Также мы можем построить сводную диаграмму из нескольких источников консолидации. Если мы перейдем в декаду 3, у нас есть 3 декады за февраль. Здесь у нас есть продажи определенных культур по городам Московской области. Нам необходимо найти в декаду самой большой суммарной стоимости продаж из нескольких источников, то есть за весь месяц. Для этого мы будем использовать мастер сводных таблиц. Здесь выберем нескольких источников консолидации. Далее выберем сводную диаграмму со сводной таблицей. Нажимаем «Далее». Создать поля страницы. Мы будем подписывать наши декады. И здесь выбираем. Для удобства я дал им имена. Декада первая. Она будет относиться к декаде первой. Нажимаем «Добавить». Также добавляем поле. И даем ему название. Поле 1. Следующее выбираем «Декаду 2». Нажимаем «Ок». Добавляем. Здесь переименовываем «Декаду 2». То есть тот диапазон, который выделен, к тому и будет относиться первая строка. И нажимаем «Декаду 3». Нажимаем «Добавить». И здесь справляем на 3. Нажимаем «Далее». На новый лист. Готово. У нас также построилась сводная таблица и сводная диаграмма. Нам необходимо показать «Декаду» с самой большой стоимостью продаж. «Декаду» у нас по умолчанию попадает в фильтр. Мы можем переименовать поле страницы и назвать его «Датом». Также это поле будет переименовано справа. Теперь нам необходимо найти «Декаду» с самой большой выручкой. Мы снимаем столбец, строка, а дату помещаем в строки. И получается то, что «Декаду» с самой максимальной выручкой – это «Декаду 3». В данном случае также все вычисления проводятся в сводной таблице. В диаграмме никакие вычисления не проводятся. Тут также доступны все вычисления по простейшим функциям и дополнительные вычисления при нахождении процентов. Также мы можем использовать формулы как в уроке номер 10. С вами был Алексей Полянский. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok